Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, я занимаюсь омолаживающим макияжем уже 25 лет. Я девушка взрослая, у меня уже даже внучка есть, ей 9 месяцев. И когда я работаю с клиентами, со своими ученицами, и когда речь идет об омолаживающем макияже, понятно, что декоративная косметика творит чудеса. Замечательно! И действительно, есть очень много всяких приемов, вы можете посмотреть на моем канале YouTube, я рассказываю, обязательно что-то для себя новенькое узнаете. Есть, конечно же, косметологи, спасибо им огромное, потому что тоже благодаря различным процедурам мы можем выглядеть великолепно. Но, что мы делаем, как правило, с лицом? Наша задача, когда у нас появляются морщины, как-то потихонечку их нейтрализовать, то есть сделать какую-то процедуру, которая бы расслабила наше лицо, чтобы мы могли выглядеть как бы подтянутыми, молодыми и красивыми. А что заставляет наше лицо проявлять морщины? Это эмоции, это то, как мы общаемся, о чем мы думаем, с кем мы живем, как мы живем. То есть наши эмоции выражаются на нашем лице. Поэтому, если на протяжении длительного времени вы, общаясь с людьми, с утра до вечера, испытываете какой-то гнев, недовольство или еще что-либо, или у вас напряжение от того, что вам нужно посмотреть куда-то вдаль, то в итоге формируется вот эта вот вертикальная морщина. Соответственно, горизонтальные, то же самое. Если вы не контролируете, и у вас постоянно идет вот такое вот напряжение, то, конечно же, через какой-то период времени вот эта вот гармошка, она будет достаточно яркая и так далее. Неправильная осанка, этот горбик, соответственно, шея потекла. То есть наша задача научиться расслабляться, чтобы не напрягаться. Иначе у нас напряжение идет во всем теле. Поэтому можно сходить к массажисту, сделать массаж тела, массаж лица, к косметологу ботокс, то есть массаж тела, когда прорабатываются мышцы, расслабляя тело, и мышцы становятся более подтянутые, да, или, если говорить про лицо, расслаблены. Ну и, соответственно, например, ботокс. Вы сделали ботокс, и что? Вроде бы только что у вас был морщинистый лоб, сделали укол, и он просто стал мгновенно гладкий. То есть расслабляя мышцы, лоб оказывается вообще не морщинистый. Ну и, соответственно, другие зоны. Так значит, наша задача расслабиться. Как можно расслабиться? Вот расслабление с помощью различных специалистов по телу, это круто, но надо расслаблять голову. А где ее можно расслабить? Только у психолога. Поэтому я периодически хожу к психологу. Я это никогда не скрывала. Я обожаю ходить к психологу. Я там не живу в кабинете. Это, как правило, наверное, может быть, я хожу, допустим, раз в два года. У меня есть какая-то проблема, которая меня волнует. Я прихожу, ее решаю. Это может быть два сеанса, это может быть два месяца. Я хожу там раз в неделю. В зависимости от того, как до меня дойдет то, что у меня происходит в жизни. И я, скажем так, расслаблюсь на этот счет. Поэтому я советую, вот от души советую, найти своего специалиста, который вам поможет расслаблять вашу голову, который вам поможет жить в легкости. Иначе, если мы постоянно копим вот эти проблемы, а чем старше, тем, конечно, мы более тревожными становимся, это все вот этот зажимы в теле, они все есть. Поэтому, когда мы говорим про молодость, молодость это не только процедуру косметолога, макияж, это еще и светлая голова. Поэтому нужно голову тоже, знаете, как бы очищать, расслаблять и думать о хорошем. Потому что, когда мы смеемся, когда мы радуемся, когда мы смотрим на что-то приятное, у нас совсем другие эмоции, соответственно, и мимика. Поэтому не надо формировать новые морщины. Нужно как раз заняться собой, вот прямо реально глобально. Вот вы не поверите, хотя почему нет, вы можете поверить, я вот просто даже ради интереса под этим видео напишите, кто ходит и кому это помогает. Я просто знаю, у меня в окружении есть много людей, которые вот категорически нет, нет и нет. Я не хочу, чтобы кто-то ковырялся в моей голове. Я хочу сказать, что да, есть люди, психологи, которые могут очень хорошо быть информированы по поводу того, как вы живете, и бывает, может быть, страшно рассказать какие-то свои, не знаю, мысли на какой-то счет. Но поверьте, как только, я думаю, что для них это нормальный рабочий процесс, как только вы решаете какую-то свою проблему, обиду, гнев, злость, может быть, наоборот, как бы потерянность этой жизни, вы сразу приобретаете крылья. То есть, этот процесс происходит, понятно, у всех по-разному. Кому-то нужно, там, не знаю, полгода ходить, а кому-то, возможно, достаточно вообще двух-трех сеансов. И для вас будет открытие, насколько вот интересно может быть какая-то определенная ситуация, в которой вы находитесь, и вы не видите очевидные вещи. Поэтому мой совет, если вы хотите выглядеть хорошо, молото, если вы хотите порхать, то нужно избавиться от некоторого груза наших проблем. Поэтому попробуйте, найдите своего психолога, с тем, с кем вам будет комфортно. Это вот, ну, скажем такой, вот мой человек. Вот вы находите, и периодически обращайтесь к нему, решайте проблемы. Поверьте, вы потом почувствуете совсем себя по-другому. И, конечно, вот эта вот легкость в ваших глазах, в вашей мимике, она тут же появится, и вы будете выглядеть моложе. Вот, хотела с вами поделиться. Я хожу давно, уже, наверное, на протяжении лет 20. У меня есть замечательный специалист. И вот я могу, например, 5 лет не ходить, а потом сходить, могу в течение года ходить там периодически. То есть именно по решению какой-то своей конкретной задачи. Зато потом я чувствую себя прекрасно. Меня не раздражают люди. Я становлюсь такой более терпимой. И терпимой не в том плане, что мне приходится терпеть. Нет, вовсе. А я начинаю понимать людей. Потому что когда ты разбираешься с собой, ты начинаешь понимать, что вот у этого человека, возможно, там есть какие-то свои особенности. Соответственно, не возникает какой-то гнев, раздражение или обида. И это очень круто. Поэтому вот попробуйте. Может быть, вам тоже это будет очень полезно для себя, любимое для того, чтобы чувствовать себя очень хорошо. Душевно, я бы так сказала. Вот такое вот у меня видео для вас. Спасибо вам за внимание. И напишите, пожалуйста, ходите ли вы к психологу. Если нет, то почему, чего вы боитесь. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok